Александр Невский воин и святой. Значит он покровительствует военным. А почему тогда на боевом ордене Александра Невского изображен известный ленинградский актер? К образу Александра Невского обратились в годы Великой Отечественной войны. Князь, победивший немецких рыцарей в 13 веке, стал необходим как символ борьбы с фашистской Германией. В кинотеатры возвращается легендарный фильм Эйзенштейна. В главной роли ленинградский актер Николай Черкасов. Его персонаж становится новым образом князя. И когда в 1942 заново учредили орден Александра Невского, на него поместили изображение Черкасова в роли князя-победителя. Случай уникальный. Этим орденом награждались командиры Красной Армии. Именно те, которые проявили примеры личного мужества в сражениях. И самое главное, это первая задача командира, сохранить личный состав. Поэтому именно те командиры награждались, которые зачастую своей спиной, да, за своей спиной сохраняли свой личный состав своих бойцов. Кавалеры ордена Александра Невского до сих пор помнят те чувства, с которыми они принимали эту высокую награду. В годы войны они были ровесниками князю Александру и ощущали себя наследниками его славных побед. Вы будете удивляться, но тогда, когда мне, 21-летнему капитану, довелось принять этот орден, мы его приняли как кредит, как необходимость следовать заветам этого великого человека. И до сегодняшнего дня мы интересы государства, хотите верьте, хотите нет, ставим выше личных. В годы войны имя и образ Александра Невского становятся в ряд с национальными героями прошлого. Суворовым, Кутузовым, Ушаковым. Его именем называют боевые машины, танки и самолеты. Военным орденом Александра Невского было награждено более 42 тысяч человек. Среди них около 70 человек, сражавшихся с фашизмом из 13 зарубежных стран. Сегодня Александр Невский является небесным покровителем сухопутных войск и пехоты военно-морского флота России. Иконы благоверного князя были написаны и освящены в Невской лавре для каждой из баз ВМФ. Конечно, князь, сражавшийся за свой народ и русскую землю, не потерпевший ни одного поражения на поле брани, и ныне воспринимается как символ воинской славы. Современные защитники Отечества до сих пор вдохновляются его примером и обращаются к Александру Невскому за решимостью, укреплением веры и мужества.